Привет, друзья! Мы архитекторы компании Zrobium Architects из Минска. И сегодня мы покажем вам наш интересный проект квартиры, площадь 95 квадратных метров. Ну что, желаем вам приятного просмотра! Попадая в квартиру, мы сразу понимаем, что это нестандартный ремонт, это нестандартный интерьер, потому что здесь почти все сделано на заказ, и благодаря этому у нас получился по-настоящему уникальный дизайн. Этот интерьер, он сделан конкретно под наших клиентов, и он подходит им по духу. Так же, как общение с человеком может быть простым и легким, так и общение человека с пространством выражает ровно те же эмоции. Чтобы добиться вот этой легкости и простоты пространства, мы использовали достаточно лаконичный мудборд материалов. То есть это настоящее дерево, это фанера, это монохромная палитра белого и черного цветов, которые придают интерьеру архитектурное качество, и это акварельные оттенки синего и зеленого тонов. Чтобы создать легкость в этом пространстве, мы постарались сгладить углы этого интерьера. Это такой архитектурный прием. Сглаженные углы мы подчеркнули поясом плитки, который проходит от входной зоны интерьера до кухни, и также имеет радиусное сглаживание. Также, чтобы придать легкость этому интерьеру, мы постарались максимально открыть пространство. Мы присоединили лоджию, и это было важным решением, так как это юго-восточная сторона. Отсюда максимально попадает свет в квартиру утром, и мы хотели создать такой панорамный вид и связать пространство, чтобы можно было проходить из зоны гостиной через панорамное окно в зону кухни. При входе мы объединили все двери и все гардеробные шкафы в один такой фрейм, металлический каркас, чтобы вот эти разные по назначению функциональному помещения объединить их в одно четкую композицию, таким образом достигнув какого-то единого дизайна во всем окружении. Если мы посмотрим, то напротив входа мы видим зеркальную стенку. Это на самом деле шкаф гардеробный, который достаточно нестандартно открывается, чтобы сохранить место в коридоре, и в открытом состоянии в него никто не мог врезаться, когда будет проходить из одной комнаты в другую. Дальше, если пройти по квартире, мы видим спрятанные двери-невидимки, которые интегрированы в стеллаж. Через них мы можем попасть в туалет и в кладовку. И поскольку у нас такая более-менее открытая планировка, нам хотелось именно спрятать вот это огромное количество дверей, поэтому с первого взгляда вообще не понять, что в этих стеллажах есть какой-то проход в другое пространство. Благодаря этому мы, находясь в гостиной, не ощущаем, что мы частично в коридоре. Если воспринимать интерьер как искусство организации пространства, то здесь мы пошли немножко дальше, потому что мы не просто организовали пространство из неких предметов, мы создали практически каждый предмет в этом интерьере и сделали его уникальным. Для нас это важно, потому что мы не смогли найти в брендах мебели какую-то единую линейку, которая могла бы пройти общим стилистическим приемом через всю квартиру. И мы такую линейку создали. Каждая комната у нас имеет небольшой свой характер. То есть, если внимательно присмотреться, то в гостиной у нас преобладает много тканей, много текстилей, и это делает ее более такой домашней, более хюги, что ли, в которой хочется проводить время и долго сидеть с семьей на большом диване. А если мы посмотрим на кухню, то она такая стерильная, она чистая, здесь много белого цвета, здесь много таких простых плоскостей, потому что кухня – это про чистоту, это про готовку, и всегда приятно находиться в аккуратной кухне. А если мы зайдем в детскую комнату, то там мы использовали много фанеры, много такого материала, который сложно убить в процессе эксплуатации, то есть ее легко почистить, ее легко заменить. И в то же время вся мебель там, она простая, потому что ребенок растет, и потом последствия можно заменить, а фанера на стенах, на зашивках, радиаторах, она остается как нейтральный фон для всей комнаты. А в спальне – это история больше про минимализм, то есть это место, где человек хочет отдохнуть не только во время сна, но и как-то разгрузиться психологически, то есть там нету какого-то перегруза деталями визуального шума, и это комната, где хочется успокоиться и поспать. И если мы зайдем в гостевой санузел или ванную, то мы увидим здесь много интересных решений, таких как полированный металл. Это такое более агрессивное и неординарное решение. Оно вот призвано именно, чтобы удивить, чтобы понравиться. Ну что ж, друзья, пора прощаться. Надеюсь, вам все понравилось, надеюсь, вам было интересно. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok